Кран-при МОВ В будущем году Александр Грибов и Наталья Петрова, одна из последних ее гонок, где она фотографирует, потому как скоро уходит в декрет, и мы ее еще не скоро увидим. Андрей Новицкий беседует с командой Speedmax. Ну что сказать, в этом сезоне очень много новых людей, и очень много сильных людей, поэтому гонка, я более чем уверен, будет очень замечательная, прекрасная и боевая. Вот фотосессия на наших экранах Андрей Новицкий, вице-чемпионом прошлого года. И на очереди стоит Андрей, хотел назвать Андреем. Руслан Валиев. Руслан Валиев – это пилот новой команды АТК Racing Team. Многие просят его на чемпионство. Ну что ж, посмотрим, посмотрим, что будет в этом сезоне. Такой серьезный, серьезный пилот. Светлана Верхасина – вторая пилотесса команды Freedom of Speed, тоже дебютантка. И, знаете, достаточно быстрая на тестах, она показывала просто-таки феноменальные результаты. Вот еще один новый пилот – это Григорий Майданик, второй пилот Татуэссинг Team. Он уже встречался нам в прошлом сезоне. Ну, это, конечно же, Александр Кузнецов, пилот, у которого больше всех гран-при. Ага, вот, санкодопировался и проверяет свои пилотицы. Вот чуть в отдалении мы видим еще одна новая команда. РПН Китцель, картрейсинг-тим. Вот сам организатор Александр Петров. Мы видим его обновленный коммунизон. И вот еще один дебютант – это Вадим Яковлев, второй пилот команды Team Tokyo. Опять же, новая команда. На самом деле, эта команда должна была называться Sakai Racing Team. Но после конфликта с руководством данной команды, поменялось название, поменялся руководитель. И, в общем, поменялась себя политика команды, и теперь она называется Team Tokyo. Вот только на наших экранах были первые пилоты. Вот он, второй пилот команды. Петров, картрейсинг – неизменные пилоты, у которых контракт еще и на следующий сезон. Команда лидов – Ти Александр Машинский, Олег Федотов, чемпион 2011 года. Тоже присутствует здесь. А вот и Илья Вархоломеев, чемпион 2012 года. Он продолжает нас радовать своими выступлениями. Посмотрим, как сложится его сегодняшняя гонка. Вот те, о ком я говорил. Это команда «Нерплэнгитцель» – Катрэсинг Тим. И первый пилот Иван Солдатов. А вот Сергей Тырин, еще один, ну, можно сказать, дебютант. Это второй пилот команды Speedmax. Мы его видели в прошлом сезоне, но в Академии. Точнее, не в Академии, а в младшей серии. С нынешнего года младшая серия называется «Академия». А вот и сам Александр Грибов, первый пилот команды Speedmax. Напарник Сергея. Мы видим все отдохнувшие, отдохнувшие, готовые к новому сезону. И вот первый пилот команды «Нерплэнгитцель» – Катрэсинг Тим. Павел Башкиров, он же новый заместитель организатора. Мы видим на наших экранах команда «Петров Картс Рейсинг». Что-то обсуждает. И трасса, собственно, вот на этой трассе сегодня будет гонка. И там старт к пробивочному кругу первого заезда. Кто же участвует в первом заезде? Давайте-ка посмотрим. Кстати, я думаю, давайте посмотрим старт, а потом я уже скажу вам, кто находится на трассе. Потому что буквально сейчас мы увидим жесточайшую борьбу, мне кажется. И вот все это выходят из ворота. Что ж, пока борьбы особой нет. А вот здесь уже вот контакты мы видим какие-то небольшие. Но вы знаете, очень тяжело лидерам чемпионата находиться позади пилитона. Они стараются прорываться, и нет. Вот оператор, к сожалению, не показал, как Тетри Гудков атаковал. Пока непонятно, кого он атаковал. А позади, посмотрите, какая плотная борьба. Какая плотная борьба позади. Вот если Барфолмейк вырвался вперед, то здесь и Норильский, и Грибов, Майданик, и, по-моему, Олег Федотов. Они все борются, не могут пока прорваться вперед. А вот ты, она что-то странно, был. Но опять оператор не показал, мне Тетри Гудков. Так, что здесь произошло? Это, ой-ой-ой, посмотрите, что делает Александр Грибов. Буквально вытолкнул Олега Строганова. Кстати говоря, Олег Строганов, это руководитель команды АТК. Он же пилот Академии. Но в этой гонке он заменяет Алексея Дмитриева, который, к сожалению, не смог присутствовать на этой первой гонке. А Грибов, Грибов, посмотрите, он очень яростно атакует уже второго пилота. Вы знаете, ну, мне кажется, это дело будет разбираться, потому что, по-моему, со Строгановым был очень жесткий контакт. Майданик пропускает всех практически. Практически всех позади, по-моему, остался только Олег Федотов. Что-то непонятно, почему позади. По-моему, он был впереди. Но может быть что-то произошло, что мы не видели. К сожалению, у оператора очень мало ракурсов. И мы можем видеть только вот эти два поворота. И вот Олег пошел на обгон. Нет, не удается. И вот такой... Ой-ой-ой, какой удар был у Грибов. У Гриши удар был очень сильный. Так, а вот мы видим вдали, кто-то поднял руку. По-моему, у нас год, друзья мои. Сейчас мы посмотрим. И вот борьба Гурького и Новицкого. Тоже очень жесткая. Как же жалко, что так мало ракурсов. Мы не видим, мы не видим. Мы всю суть борьбы. А вы знаете, это Илья Вархоломеев. Илья Вархоломеев сходит с трассы. Какая неожиданность. Мог побороться за победу, но, увы, техника подвела. Вот, наконец, мы видим, что Олег Педотов все-таки впереди Майданик. И уже достаточно сильно оторвался. Но, знаете, пока на трассе более-менее спокойно, как я посмотрю. Мне даже не дают огласить список пилотов, которые присутствуют на данный момент на трассе. Потому что очень сильная борьба везде. Вот, кстати, Новицкий. Новицкий проходит виноградовый, переди Машинский. Кто знает Новицкого, прекрасно знаешь, что это очень серьезный, дерзкий пилот, который и Кирчев не остановится. Так же, собственно, как и Александр Грибов. Но, немного, небольшое отличие от Александра. Александр более жесткий. Андрей бывает нярче, но, тем не менее, оба пилота получают штрафы периодически. И, собственно, они же и одни из самых быстрых. И вот мы видим, Грибов проходит Гудкова. Но давайте, тем не менее, тем не менее, вот сейчас, если что-нибудь интересно будет, я обязательно вам прокомментирую. Но пока идет плотная борьба и никаких контактов, я скажу, кто на трассе. На трассе у нас Григорий Майданик, второй голой команды, который 8-ти. Дебютант, как вы уже слышали. Так же, Андрей Новицкий, минице-чемпион прошлого года. Руслан Валиев. Это второй пилот АТК Racing Team. Так же, Наталья Виноградова. Первый пилот Freedom of Speed. Чветлана Верхазина. Второй пилот Freedom of Speed. Олег Кидотов. Второй пилот Liberty. Дмитрий Гудков. Первый пилот Dangerous. Олег Кидея. Олег Строганов. Строганов на данный момент замечающий первого пилота команды АТК. Так же, Александр Машинский. Первый пилот Liberty. И Александр Грибов. Первый пилот Speed Max. Ириан Фламеев. Прошлогодний чемпион, к сожалению, сошел с трассы. Ну, а мы увидим, что увидим в наших экранах. Мы увидим борьбу Строганова и Виноградовой. Строганов пытается пройти, пока безуспешно. Очень такой приятный, радующий глаз, жесткий под бензон. Это фирменная фишка команды. У них все желтое. И, знаете, их видно издалека. Пилоты между собой называют их нашим тяптом. А впереди мы видим... Видим Виккова и Машинского. У них тоже борьба своеобразная. А посмотрите, Виноградову уже депутатова и Машинского. Но ее очень пресендует Олег Строганов. Ой-ой-ой, как жестко они борются. Смотрите, я не знаю точно, какой полот Олег Строганов. Но знаю, что Виноградова никогда не уступит. Поэтому я думаю, Олегу сейчас не просто. И как мы видим, он не может ее пройти. Очень удачно, что оператор нам ведет именно эту пару сейчас. Потому что в других местах, я думаю, нет такой сейчас. В этой борьбе. Но вот Ливая Отрадова оторвалась, смогла оторваться. Достаточное количество... Секунды, наверное. Да, где-то секунды между ними. Может быть, меньше. Мы видим, что многие пилоты стали выступать в своей фирменной одежде. И теперь их очень легко узнать. Но некоторые по-прежнему выступают кто в чем. Поэтому нам сейчас с вами сложно определить некоторые, ну, скажем, Кужевер-Хасинова. Например, я их не вижу. Я не знаю, как она одета. Мне очень сложно ее найти. Но, может быть, просто оператор ее и не снимал. Но мы видим, как Виноградова догоняет Машинского. Смотрите, какой прогресс. Буквально в том году она не могла бы себе такого позволить. А сейчас он просто висит на хвосте. Я думаю, скоро будет атака. Гудков оторвался уже очень сильно. Вот мы видели, Грибов пролетел. Грибов, по-моему, приехал в одиночку. Видимо, уже всех прошел. Либо оборудшись, что-то произошло у него. А это у нас... А, это Гудков проходит на круг. Точно, еще не заходит. Вот прошел. Грибов Майданика. Так, там, по-моему, что-то случилось. Нет, это Маршал просто перебегал трассу. Я подумал, что-то случилось. Ну, я вам скажу, обновленный сезон в этом году будет у АФКС. Очень много нововведений. Обновленное частично руководство в Майдане пропускает Машинского. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Слушайте, что-то произошло с картой Виноградовой. Почему-то она очень медленно поехала. И смотрите, насколько сразу оторвался Машинский. А, все-все-все, я понял. Это был последний круг. И белопы просто бросили бороться. Это финиш, друзья мои. И вот мы видим, как готовится уже второй заезд. Знаете, пока никто еще не стартовал, я постараюсь очень быстро объявить всех, кто здесь будет. Пока у меня есть время. Потому что, я думаю, здесь борьбы тоже будет хватать. Итак, Павел Башкиров. Первый пилот... о, извините, второй пилот Нервенкицель. Вадим Яковлев. Второй пилот Тим Токио. Евгений Мирский. Второй пилот Денчерус. Иван Солдатов. Первый пилот Нервенкицель. Сергей Тылин. Второй пилот СпидМакс. Александр Кузнецов. Первый пилот Wings of Contorteam. Дмитрий Галин. Первый пилот Тим Токио. Илья Массеев. Первый пилот Петров Кардс Вейсинг. Сергей Моровцев. Дебютант. Второй пилот. Игорь Руссвейсинг. Петр Христов. Второй пилот Петров Кардс Вейсинг. И Александр Петров. итак, вот все пилоты, которые присутствуют на данной трассе. Посмотрим на дебютантов, здесь их очень много, но, знаете, судя по тестам, уже можно кое-что понять. И вот пилоты проходят прогревочный круг, вот почему-то такой большой отрыв, очень большой отрыв. Ай-яй-яй, а дело в том, что на прогревочном круге-то произошло то, что кто-то из пилотов заглох, когда выезжал из боксов, и, соответственно, затормозил всех. А первая четверка улетела вперед и не подождала пелетон. Ну, вы знаете, друзья мои, я думаю, лидеры этой четверки обеспечивают штраф, потому что нужно собирать пелетон, а в первую четверку. Но, тем не менее, у нас уже гонка, пока никакой борьбы, хотя вот-вот, пожалуйста, Петрова претендерит певецов. Такой сильно ярой борьбы пока нет, но мы видим, что он очень хорошо держится позади, не ошибается. И вот правильно делает оператор, что ведет нам именно эту пару. Потому что, я думаю, еще поорота 2, певецов начнет атаковать. На самом деле, знаете, здесь, на этой трассе, очень сложно атаковать, поэтому немногие пилоты рискуют это делать. Ну, пока все спокойно. А вот, кстати, вот, 200, а он уже выходит на дистанцию атаки, и сейчас, возможно, что-то случится. Что-то произойдет. Только бы не было аварии. Но Петров держится, держится и кого-то уже догнал. А кто это, кто это? Кто это? А это его напарник Сергей Муромцев, который корректно двигается и пропускает напарника вперед. И блокирует Кузнецова, очень жестко блокирует. Друзья мои, я не знаю, командная ли это тактика, но это выглядело, ну, это выглядело достойно. Напарник помог напарнику. Просто пропустил его и сразу перекрыл, перекрыл Кузнецова, чтобы тот бросил атаки. И мы видим, Александр сразу начинает отдаляться. Это ему очень на руку. Сергей Тырин уже нагнал эту тройку. Муромцев очень медленно едет. Может быть, намеренно, чтобы сдержать Кузнецова? Ну, вы знаете, похоже, нет. И вот не удерживает натиска и пропускает Александра. Я думаю, следующий будет Тырин. Он уже тоже на хвосте. Вы знаете, нам не показывают особо наших лидеров. Я, на самом деле, так не знаю, что там происходит. И вот атака Тырина успешная. Он выходит вперед. А вот и наши лидеры только что пролюкнули, но не показывают. Не показывают на ноги. А Кузнецов снова догнал Петрова. Вы посмотрите, как он быстро на этой трассе. Муромцев не отстает от Тырина. А вот и лидер. Павел Башкиров. Иван Солдатов. Вадим Яковлев трейсингует. И Миски здесь же. Эта четверка с ударовка уедет рядом. Здесь вот с такими крупными планами, конечно, не очень понятно, что где происходит. Но посмотрите, Муромцев по-прежнему держится. И проходит перед... Ай, Ирина Проблемы. Посмотрите, Ирина Проблемы заезжает в боксе. Неужели это скорбь? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Как хорошо все шло. Как боролся с Сергеем. А Кузнецов уже нахвостил Петрова. И Ирина Проблема проходит. Проходит Александр Александра. Извините, ждет автологию. Да, это был неплохой обгон. Петров старается держаться позади. А вот уже лидер сейчас будет проходить Муромцева на круг. Прошел, прошел безо всяких проблем. И скоро доберется до Александра. А там сейчас самая борьба. Посмотрите, он начинает отставать. Петров начинает отставать. Как быстро Кузнецов. Вы посмотрите, как ударрался. А вот уже Башкиров на хвосте. Надо пропускать. Ой-ой-ой, какой здесь траки. И вот, наверное, сейчас Башкиров будет пробовать атаковать. Да, проходит Петрова. Петров как мог более-менее корректно пропустил Павла. И вскоре будет пропускать и второго пилота Ивана Солдатова. Вот здесь очень жесткая борьба. Муромцев до сих пор никак не пропустит. Низкало. И, по-моему, это Яковлев. Ой, здесь какой контакт был. Муромцев не очень красиво поступил. С Евгением Мирским. И Мирский. И Мирский. Ой-ой-ой. Ну что ж такое. Так хорошо шел. Он боролся за третью позицию. И вот контакт. И Мирский он пустил в разворот. На самом деле не было видно. Может быть, Евгений сам ошибся. Но, тем не менее, это потеря как минимум одного места. И Муромцев, кстати, тоже проезжает. А вот на наших экранах Дмитрий Галин. Тылин опять нечего на трассе. Но это уже больше тренировка. Потому что сход с трассы. А это мы, кстати, с Атылином как раз ехали в бассейн. Галин. И, если не ошибаюсь, крестом. Нам очень легко их показывают. Но вот сейчас кратер решил вести. Здесь тоже борьба. Здесь тоже борьба и немало. Но сейчас, конечно, их очень сдерживает Сергей. Илья... Ох, как Илья пытался пройти. И с таким заносом. И тоже вот из-за этой ошибки он пропускает. Ну, не видно. Может быть, не пропускает? Нет. Нет, по-моему... Да, пропускает Дмитрий Галин. Так, Илья теряет одну позицию. А его нападник Федор Крестов уже на хвосте. И... Что сейчас будет? Будет обдор? Ха! Будет обдор Крестов, а Массейн... Бассейн по Крестов! Крестов смог воспользоваться вот этой вот... милой вязочкой. Когда Массейн пытался атаковать Галина, зашел чуть широко, и Крестов проскакивает. Да-да-да. Это был неперспективный пилот. И, как я уже говорил не раз, он еще навяжет всем борьбу. И вот, пожалуйста, сделал своего более опытного напарника. Но Илья, конечно, не сдается. Он сел на хвост Крестов. И, может, сейчас увидим обгон. Нет, обгон мы сейчас не увидим. Плоты идут в нормальном темпе. А позади, кстати говоря, уже, по-моему, Михаил Башкиров, которого так надо пропускать на круг. Массейн, по-моему, не хочет это делать. И, конечно, из-за этого он теряет только в конце секунды. И Федор убегает все дальше и дальше. А Павлу-то тоже надо. И вот финиш! Финиш! Ну что ж, похоже, что Павел Башкиров выиграл эту гонку. Да, он выиграл эту гонку. Иван Солдатов второй. Это дубль команды Непан Китсель. Дивитирующей команды. На третьем месте еще один дивидант. Вадим Яковлев, Тим Токио. Вот так вот. Тут, как говорится, не только опыт, но и молодость. Вот что самое важное. Все, скажем так, динозавры АМФС остались позади. Ну что ж, мы видели очень невероятные два заезда, эти две гонки. По-моему, очень прекрасная борьба. Да, в некоторых местах жесткая, но очень интересная. Я думаю, всем понравилось, друзья мои. Я надеюсь, что каждая гонка наша будет именно так выглядеть. Потому что, ну, достойно, достойно. Вот на наших экранах как раз Олег Строганов и второй пилот Руслан Валиев. И между ними Василиса Шкальтова. И один из гостей чемпионата, из гостей Академии, который тоже там участвовал в заезде. Ну, об этом мы вам расскажем в другом репортаже. Вот, обратите внимание, насколько дружелюбно выглядит эта желтая команда. Неселятся, смеются. Давайте послушаем парня. Смотрите, кто в комментариях попозже, по поводу урона, 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 урона. Что-то вообще не поможет. Мне походит, что тоже с катаром. Да если я обстановлю троги. Вы что-то не спустите, на которой я скажу, что я нащупываю бред, что ты накручиваю максимум. Я понял, что это для машины. Машина вообще непонятна третий этар. Вообще непонятна ли я его просто не знаю. В принципе, заехал очень хорошо, в районе собирал клуби, там были клуби 2-3, в принципе, нормально. Дело в том, что мне понравился инцидент в последнем году, когда я в конце полголовый, и, как говорят, сериал как-то полторы, не знаю, как сказать результат, но вот этим я бы все хорошо. Стол я достаточно всех, но у меня в то же время получился в 26 лет. Все мы вполне приехали в 26 лет, я бы спокойно показать такой результат, но, видите, большая изгонка, я вам никуда не доволен. А самостоятельно, вы знаете, что у вас есть там по заднику? Нет, борьба была только с собой, исключительно с собой. Вообще, на трассе, ну, круговые, круговые, там, сошить в крови, наверное, попадали, как бы я не понял. Ну, там я вот смесол очень сильно, ну, других, туговов, кто-то, по-моему, отгонял. Сверхи, кстати. А что у вас было, что у меня не получилось? А что у нас у трассы нет? А что у нас у трассы нет? А что у трассы нет? У трассы была вообще не проведена. В траектории, как и не накатанной, просто осталось. Какой я именно хотел, чтобы лотаж отступить, но я его не получил. И занявший второе место Иван Салдат. Расскажи, пожалуйста, какой черный заезд. Как ты его оцениваешь, как ты его оцениваешь? Ну, у меня немного колесов машины. Левое переднее колесо вывешиваю. Рама немного измытая. Поэтому в правых поворотах немного скользило. Это стало ясно. Ну, с самых первых кругов, очевидно, с трассных дугов машина довольно приятно скользила. За счет этого я хорошо стартовал, собственно. Но не очень большой скорость. Вадим меня довольно быстро догнал. По словам проходит, я обратил внимание Вадиму. Ребята, ты его чувствуешь? Это просто получилось, что он перед тебя удерживает. Я видел его. Я видел его. А у тебя не направлено получше траекторию звать? Нет. Это, собственно, траектория никак не влияла. Я знаю, что если ехать по всему траекторию, то позвать довольно сложно. Поэтому я старался ехать более четко, более стабильно. Возможно, немного бушкарской скорости. Но зато без ошибок, собственно, это мне дало. Скажи, а в котором Вадима доставят тебе неприятности, как обычно, как в этой гонке? Нет, у меня, собственно, никаких проблем не было. Если не говорить о машине, которую не удалось почувствовать, поэтому приходилось осторожничать довольно серьезно. Думаю, если была хорошая машина, я бы заехал быстрее. И вот сейчас весь на ярмах ожидаю результата, потому что там очень плохо звучилось. Очки не мягче, все будет нормально. Спасибо. Вот мы слышали эти два интервью. людей, занявших первое и второе место. Очень такие философские, пумчивые. И вот мы видим, как пилоты отдыхают после гонки. Замученный или просто грустный Андрей Новицкий. Кстати говоря, пришлось ему стартовать сегодня с конца пелетона. Он получил штраф от организации за не очень корректное свое поведение. Но, тем не менее, это не помешало ему попасть в очковую зону. Вот на наших экранах команда Team Tokyo. Дмитрия Галина мы помним по прошлому году. Он чемпион младшей серии АМКС. И вот, наконец, попал он в старший, очень перспективный пилот. Да, грустит, грустит Андрей Новицкий. Конечно, хотелось ему победить в этой гонке. Но, увы, не сложилось. Ну, что, посмотрим, что будет дальше. Может быть, будет и получше. Кто знает, как сложится следующий гран-при. Все пилоты отдыхают. Счетная комиссия проводит свой подсчет. Подсчет результатов. На наших экранах Александр Кузнецов был. И вот пилоты потихонечку подтягиваются к подиуму. Сейчас будет проводиться награждение. Первое награждение этого года. Подиум пока пуст. Мы видим, будет шампанское. Александр Кузнецов, к сожалению, на подиум не попал. И вот Вадим Яковлев, Иван Солдатов и Павел Башкиров. Вот такой у нас сегодня красный подиум. Такой красно-черный. Вы видите, очень похожие комбинезоны двух конкурирующих команд. И Павел получает свой первый приз за первое место. Также получает свой приз Иван Солдатов от своего руководителя команды Натальи Виноградовой. Тут не отпускает ее с подиума. Такая идиллия в команде. И сотрудница Картодрома вручает приз Вадиму Яковлеву. Ну что же, сейчас похоже будет... Да, в начале будет общее фото. Общее фото с руководителем. А сейчас, похоже, кто-то будет мокрый. Оператор спрятал камеру. Вот Дмитрий Галин, похоже, немного обмочился своим напарником. Вы уж извините за такое слово. И вот пилоты празднуют свой подиум шампанским. Олег Строганов не остался в стороне. Пускай не попал на подиум. Но шампанское попить успел. Ну что ж, друзья мои. А я на этой замечательной ноте завершаю этот репортаж с трассы Мавэкарт. И вот мы видим, как пилоты проводят очередную фотосессию. Достаточно общую. Я надеюсь, вам понравилась эта гонка. Все было хорошо. Надеюсь, что многих пилотов не нахажут за какие-то их проступки, которые они совершили во время этой гонки. Ну а я с вами прощаюсь. С вами был Александр Петров, Аматерич Москва Картинг Чемпионшип. До новых встреч на следующем картодроме.